Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина. Это тема дня. В Твери открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». Активность на площадке «Итоги ожидания» мы будем обсуждать с нашими участниками беседы. И позвольте их представить прямо сейчас. Сегодня у нас в студии Михаил Окороков, координатор Центра «Мой бизнес». Я очень рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Еще сегодня к нам пришел Алексей Афанасьев. Он предприниматель? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что нашли время для того, чтобы ответить на вопросы. И вот первый вопрос. Что изменилось после открытия? 31 октября все-таки официальное же было открытие? Да, все верно. 31 октября Центр открылся. И вот уже скоро месяц, как мы ведем свою работу, изменилось, на самом деле многое. Изменился подход в предоставлении мер государственной поддержки. Если раньше все по факту те же самые мер государственной поддержки оказывались разными структурами локально, как территориально, так и организационно, информационно. Каждый институт развития работал в своем собственном офисе по своей небольшой или относительно большой базе предпринимателей, которые пользовались мерами государственной поддержки. То сейчас создано единое окно предоставления всех мер государственной поддержки на региональном и федеральном уровне. И Центр предоставления государственных услуг, потому что у нас на базе работает еще и МФЦ для бизнеса. Соответственно, удалось создать единую точку входа для предпринимателей. У предпринимателя больше нет необходимости самому разбираться в разнообразных, они действительно разнообразные, мерах государственной поддержки предпринимательства. Больше нет необходимости думать, к кому, по какому вопросу прийти. Можно просто прийти в Центр, представиться, рассказать о своей работе, о планах по развитию предприятий и сориентироваться в полном перечне мер государственной поддержки. И большинство из них получить непосредственно в Центре. Ну и кроме того, мне кажется, получилось создать комфортное рабочее пространство для предпринимателей в виде переговорных комнат, в виде каворкинга. И здорово, что предприниматели теперь общаются не только и, наверное, не столько в кафе, сколько в специально оборудованных для проведения презентаций, встреч, видеоконференц-связи, помещениях и имеют возможность провести совместную работу. Алексей, а вы как попали в этот Центр? Мой путь начался, как Михаил и сказал. Мой бизнес стал для меня центром получения информации, знаний, систематизации полученного опыта. В процессе как-то мы познакомились ближе с организаторами, с кураторами, и уже было предложено мне стать уже в ряд наставников, что меня, безусловно, порадовало, что дает мне определенные возможности для развития дальнейшего. То есть правильно я поняла. Сначала вы пришли посмотреть, изучить, может быть, чему-то научиться, и в ходе обучения вдруг выясняется, что на самом-то деле вы еще можете быть наставником, делиться сами можете опытом. Да, совершенно верно. То есть изначально это было для меня местом получения знаний для себя, для систематизации этих знаний, потому что действительно знаний накопилось много, но выстроить их в правильную систему, чтобы оно дало новый результат в бизнесе, в работе, не всегда удавалось. С этим помогли мне знания, полученные на мастер-классах, еще до открытия помещения «Мой бизнес». Они проходили в других помещениях, которые арендовала данная организация. И было приятно увидеть там коллег, увидеть там партнеров, с которыми работали, и там начали образовываться новые связи. Вот, модный сейчас, скажем так, кросс-функционал среди организаций, он получается как раз на базе «Мой бизнес». Это очень приятно. Михаил, тогда давайте объясним нашим телезрителям, кто такие наставники. Да, конечно. И кому это нужно, зачем? Одним из видов государственной поддержки предпринимательства, помимо финансовых мер поддержки, такие как займы, микрозаймы, лизинг, гранты, субсидии, естественно, являются знания. Потому что, ну, бывает редко, конечно, но все же бывает ситуация, когда у предприятий денег достаточно. А вот когда знаний достаточно, такой ситуации практически невозможно себе представить. Мир слишком многогранен и слишком динамичен. Поэтому наша задача помочь тем, кто еще думает стать предпринимателем, так уже и действующим предпринимателем, таким как Алексей, получить новые необходимые знания. Это две совершенно разных целевых аудитории и две совершенно разных программы обучения. Общее у них, у этих программ, одно и то же. У нас в качестве спикеров выступают исключительно руководители или собственники бизнеса, которые сами уже имеют опыт предпринимательской деятельности и могут его предоставить предпринимателям. Или специалисты в каких-то узких областях. Ну, если мы, допустим, говорим о системе налогообложения, то, соответственно, об этом рассказывает соответствующий специалист. И здесь получается отличный, на мой взгляд, синергетический эффект. На программах для действующих предпринимателей мы рассказываем какие-то новые для них знания, компетенции в сфере маркетинга, менеджмента, управления проектами и так далее. И в то же время у них-то опыт уже есть, и он очень большой. И мы можем предложить наиболее активным, наиболее успешным, энергичным, готовым делиться опытом учащимся по старшим программам нашим образовательным стать наставником для только-только начинающих предпринимателей. Потому что спикер, он приехал, выступил и уехал. Часто это предприниматели не из Твери, это предприниматели со всей России. А наставник – это человек, к которому можно прийти за советом, ну, фактически ежедневно. Сказать, слушай, а вот такая у меня проблема, вот я столкнулся с вот такой ситуацией. Как ты это делал в своей практике? И Алексей, как один из наставников, активно помогает молодым предпринимателям своим опытом и советами. Я очень благодарен. Спасибо. Это классная идея. И кто стоит все-таки за этой инициативой? Откуда столько денег взяли? Хороший вопрос, очень правильный. Как вы знаете, в Российской Федерации, начиная с этого года, реализуется целый комплекс национальных проектов в ключевых отраслях жизни общества. И одним из национальных проектов является малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Соответственно, задумка национальных проектов была оглашена президентом Российской Федерации, реализуется правительством как на федеральном, так и, естественно, на региональном уровне. И создание центров «Мой бизнес» является одной из лучших практик, которые были реализованы в других регионах. Она была отобрана как часть реализации национального проекта «Мало и среднее предпринимательство», поскольку практика показала, что действительно систематизация мер государственной поддержки и единая точка входа для предпринимателей, она качественно повышает активность предпринимателей в использовании мер государственной поддержки. И я должен сказать, что национальный проект «Мало и среднее предпринимательство» он не менее важен, чем, допустим, нацпроект в сфере здравоохранения, дорог и так далее, поскольку в наиболее развитых экономиках вклад «Малого и среднего предпринимательства» в ВВП государства находится в диапазоне от 40 до 60%. То есть, по факту, это половина национальной экономики. В России, по последним данным Федерального министерства экономического развития, за 2017 год вклад «Малого и среднего предпринимательства» в ВВП составил 21,9%. То есть, у нас есть очень большая перспектива, у нас есть возможность развить «Малый и средний бизнес», увеличить его вклад фактически в два раза. Опыт наиболее развитых экономик подсказывает нам именно это. Это и национальный проект, который предусматривает и создание центра «Мой бизнес», и расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и создание благоприятных законодательных условий ведения бизнеса. Здесь и гильотина по требованиям, и введение закона о самозанятых, и снижение налоговых ставок на региональном уровне. Вот сейчас приняты законы, законодательным собранием по инициативе Министерства экономического развития. То есть, вот именно за счет этих направлений деятельности планируется активизировать развитие «Малого и среднего предпринимательства». Это действительно необходимо. А центр, я так понимаю, кроме консультативной поддержки, оказывает еще и финансовую, имущественную, несколько направлений важных. Начнем с того, что целевых аудиторий у центра две. Это действующие предприниматели и люди, планирующие начать свою предпринимательскую деятельность. И, соответственно, два самых разных комплекса услуг. Если для начинающих предпринимателей мы должны помочь, прежде всего, знаниями и сервисами, такими, как, собственно, выбор подходящей организационно-правовой формы, рекомендация по режиму налогообложения, возможность регистрации бизнеса непосредственно на площадке центра «Мой бизнес», то для действующих предпринимателей действует целый спектр мер государственной поддержки, который усиливается только за счет национального проекта. Как я уже говорил, это финансовые меры поддержки, займы, микрозаймы, субсидии и так далее. Второе направление – это расширение рынков сбыта. Возможность получить софинансирование 80% стоимости сертификации продукции, 80% стоимости патентования продукции не только по России, но и по всему миру. Возможность бесплатного участия в выставках в Российской Федерации и по территории всего земного шара в формате коллективных стендов Тверской области. У нас таких мероприятий проходит не менее 40 в год. И, кстати говоря, я вот пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к предпринимателям с просьбой предоставить нам предложение, куда вы хотели бы поехать в 2020 году, на каких выставках вы хотели бы презентовать свою продукцию. Мы проанализируем наиболее востребованные выставки, включим их в план мероприятий, и, соответственно, тверские предприниматели получат возможность бесплатного участия в таких мероприятиях. Ну и есть, естественно, блок информационной, консультационной и образовательной поддержки, и блок имущественной поддержки. То есть действительно мер поддержки много. Вот позиция организаторов. То есть вы рассказали нам о том, что вы готовы предоставить. Вы, как представители предпринимательского сообщества, считаете, вовремя зашли на рынок с таким центром? А давайте, Ирина, сейчас вместе ответим на этот вопрос. Почему? Потому что давайте представим ситуацию, в какой сейчас находится бизнес. Ну, или находился до недавнего времени, до открытия центра «Мой бизнес». Ну, начинающий бизнес это или уже существующий помещение у нас стоит денег. Обучение стоит денег. Набор сотрудников стоит денег. Соответственно, и те же самые налоги нужно оплачивать с умом. Соответственно, понимая весь этот спектр задач, который пугает начинающих предпринимателей, и камнем, грузом большим лежит на плечах действующего бизнеса, невольно ответ на ваш вопрос сейчас он возникает сам. Конечно, вы отвечаете «да». Да, конечно, мы отвечаем «да». Почему? Потому что, действительно, что обращаясь в одно место, можно так сказать, в функции одного окна, мы получаем полную поддержку со стороны компетентных и просвещенных по каким-то вопросам людей. Соответственно, есть место для проведения встречи, есть место для того, чтобы поработать за компьютером и с оргтехникой, и для этого все оборудовано. Есть возможность получить консультацию, есть возможность поработать на каком-то воркшопе и получить не просто теоретические знания, а конкретно применить это в той сфере, в которой вы трудитесь, в которой вы работаете. Соответственно, разве это можно было бы об этом даже подумать, что, так скажем, до недавнего времени это все было реально. А сейчас это реально. И самое главное, что все это предоставляется бесплатно. Появился центр «Мой бизнес». Как меняется климат в бизнес-сообществе? Что вы чувствуете? Какие погоды стоят? Ну, вы знаете, вот здесь я пару слов скажу. Во-первых, центр открылся всего лишь месяц назад. За это время мы физически не могли охватить значимую часть предпринимательского сообщества. У нас в Тверской области больше 47 тысяч субъектов предпринимательства. Да, конечно, у нас уже сформировалось определенное устойчивое сообщество. Но, наверное, рано говорить о каком-то системном влиянии центра на условия ведения бизнеса. Условия создаются, центр построен, но необходимо наполнить его жизнью, необходимо привлечь максимально возможное количество предпринимателей, предоставить им меры государственной поддержки. Главное, чтобы они не просто там пришли, поработали, что-то узнали. Это важно, несомненно. Главное, чтобы там они получили ресурсы и возможности для развития предприятий. И когда вот это развитие предприятий будет заметно, вот тогда мы сможем с вами говорить о каком-то системном влиянии. То есть это глобальная задача на ближайшее время? Это большая задача на весь нацпроект, и он у нас до 2024 года. Я думаю, что это будет то время, когда мы сможем ответить на этот вопрос. А я хотел бы добавить к словам Михаила по тенденциям, что сейчас происходит. Времен легких не бывает, как мы это знаем. То есть все время есть какой-то окрас того или иного периода. И сейчас в тенденциях бизнеса на территории Твери и области это тренд на объединение, на сплочение. Все-таки и центр «Мой бизнес» стал местом приложения общих сил во благо реализации проекта каждого. Безусловно, предприниматели, руководители, собственники встречаются там, обмениваются опытом. И это уже в рамках жесткой конкуренции, которая сейчас существует, переводит бизнес немножко на другой уровень, на следующий уровень переводит. Когда делятся опытом, когда делятся лучшими практиками. И, соответственно, уже каждый предприниматель выбирает для себя, по какому пути продолжать развиваться. Мы уже не боимся конкурентов. Мы с ними дружим. Мы знаем их в лицо, мы знаем сильные и слабые стороны. И стараемся уже помогать друг другу, объединяясь на этой площадке. Площадке «Мой бизнес». Ну, пока ставим многоточие, встретимся еще раз, обсудим, что сделали, а потом на перспективы. Другие перейдем. Спасибо, что пришли в студию и ответили на все вопросы. Спасибо. Спасибо. Это была Ирина Кузина и ее гости. Всего доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин